Что год грядущий нам готовит? Этот вопрос задаем мы сами себе, независимо от возраста, социального положения, успехов в профессии, политической обстановке и котировок на биржах. Подводим итоги и пытаемся заглянуть в будущее, и все мы смотрим туда с надеждой, весельем, ожиданием чудес и радости. Мы стараемся совершить новогодние ритуалы и многие начать с 1 января новую жизнь. В новогоднюю ночь мы во многом и обращаемся к себе и смотрим на наших близких более любящими глазами. По большому счету в этом и есть волшебство, откровение и открытие внутри себя. Тигр, конечно, еще пока остается с нами, но практически на пороге год дракона, мифического создания для нас, казанцев, почти родного. Татьяна Тимошенко узнала, можно ли его приручить. Самый известный казанский дракон, Зеланд-змей, встречает гостей под стенами Кремля. Но хитрый взгляд выдает, я не тот, кем кажусь. Я молодой, веселый, стою здесь твердо, но я только не точная копия Зеланда, занявшая свое место в год тысячелетия Казани. Первый настоящий Зеланд, как и в легендах, скрылся от людских глаз, нашел укрытие и ждет своего часа. Дракон, это кроме того, что самое мистическое, еще и самое богатое животное. То есть оно такое очень яркое, очень изобильное, оно очень запоминающееся. У нас в этом году дракон деревянный. И в какой-то степени, да, с нашим Зеландом они, конечно, братья. И в целом, я думаю, так понятно, что Казань сейчас на передовой и много внимания нашему городу в целом. И вся политическая конъюнктура, даже все, что в мире происходит, только на плюс нашему городу. То есть мы уже трещим где-то по швам от туристов, и от внимания, и постоянное улучшение инфраструктуры. Это, конечно, есть. Можно ли увидеть древнего дракона воочию? Благодаря технологиям 21 века – да. Огненный дракон шоу китайских дронов удивляет. Танец дракона – неотъемлемая часть народных праздников Поднебесной. Есть версия, что мог попасть он в наши края по великому шелковому пути. Но легенды говорят, жил он на этих землях всегда. Елабуга, чертово городище, караульная башня X век. Здесь дракон Оракул брал плату за предсказания девушками и стал прародителем Шурале. А в устье реки, где сейчас стоит Зайнск, было древнее поселение Булгар, но дракон по имени Барадж заставил бросить его жителей в свои дома. В Верхнеуслонском районе в деревне Каракуль до сих пор слышат рев су-угезе водяного быка. Но самый известный дракон – Казанский Зеланд. Сам Чорин, окрылья красные, на голове корона золотая, красуется на символике города. А когда-то после изгнания его людьми при основании города жил здесь. И еще в XIX веке местные жители показывали осыпавшуюся пещеру у ограды Зеландово-Успенского монастыря. По одной из версий, царь-змей, заключив договор с людьми о защите города, до сих пор живет в водах Среднего Кабана, охраняя ханские сокровища. Дракона можно приручить? Нет, не стоит пытаться этого делать. Годы дракона всегда знаменовываются новыми звездами. То есть людьми, которые были никем и стали всем. Это вот про такую энергию. И приручить ее невозможно. Ей можно только доверять. Дракон – существо фантастическое. И каждый в истории приходит к людям с новыми идеями, приносит новое течение. И в витках истории своя повторяемость. 16-й год – это год Русиловского прорыва. Ну, там эта операция, извините, вошла в учебники. По ней борьба пустыня сделалась в 90-м году. То есть что там смысл? Пробили долговременное укрепление. И так пробили, что противник Австро-Венгельской империи проиграла в эту войну. Ну, посмотри. В 40-м году у нас тоже пробили укрепленную линию Маннергейма. Это тоже год Дракона. Присоединение территории, Финляндия. Это подготовительные внутренние. Это и военные. Что мы тут видим? Мы видим людей в погонах выходящих. Это потом прямо видно, что становятся погоны. Люди в погонах и территориальные изменения. Там же и выборы, смены властей. Всеобщие выборы ждут и в США, и еще в 40 странах мира. Самые напряженные пройдут на Тайване, в Пакистане, Индонезии. Сменится и состав Европарламента. В 2024-м выборы президента нашей страны. Причем Владимир Путин выбирался на эту должность. И в прошлые годы Дракона. В 2000-м и 2012-м. И сам он по китайскому гороскопу родился под знаком Дракона. Будущее будет те, кто вернется с фронта. У нас уже в прошлом году консерватизм, как я говорил, он окреп. Сейчас будут еще больше. Мы вступаем вообще в историческую эпоху 20-х, 30-х. Это всегда в России традиционный консерватизм. Вот тут всегда. То, что ждет Казань по-настоящему по Драконе, будет ярко. Диджидал игры, воплощение года Дракона, все самое инновационное и фантастическое, рожденное в нашей стране. Взгляд Дракона будет направлен и на восток. В столице Татарстана пройдет форум «Россия. Исламский мир». И в современных условиях это одно из важнейших событий для страны. Также Казань примет игры и дипломатический саммит «Брикс». Новый год – праздник особенный, когда волной по всему земному шару проходит отсчет нового времени. Концентрация надежд, людей и их желаний. У Дракона хорошее обоняние, так что и ритуалы вполне можно изменить. Среди магических ароматов – тонизирующий лимон, расслабляющая лаванда и запах богатства пачули. Капнуть одну каплю на ладонь, растираем и делаем холодные ингаляции, закрывая глаза. И визуализируем это желание, то есть мысленно мы, благодаря аромату и закрывая глаза, попадаем как раз-таки в то ощущение, где нам было хорошо. Почему у кого-то сбываются они, а у кого-то не сбываются, это все зависит от того, насколько психологически здоров человек. Кто-то в постоянном негативе, то есть это все почему-то плохо, погода там испортилась плохая, дождик идет для кого-то плохо, а для кого-то – вау, дождик идет, как красиво, как прекрасно. Это все зависит от этого. На голове корона переливчатые крылья в цветах символа года. Не уловить, какой преобладает Зеланд, вернувшийся под стены Кремля в год тысячелетия города, сейчас бытует в арт-пространстве. Ведь креатив – его стихия. Если посмотреть на него, то это уже такой пожилой дракон, в возрасте. Если вспоминать его историю, он же вообще был сделан в 2003-2005 году Маратом Губайдулиным. Это его была, по-моему, дипломная работа в институте в Питере, он там учился. И он привез его сюда, в Казань, с предложением в городе где-нибудь поставить. И его поставили на станции метро Кремлевская, он достаточно долго там стоял. Но как-то раз болельщики, по-моему, спартаковские проходили, и мы повредили его, потому что он все-таки символ Казани, там все такое. Он погнулся. И после этого Марат сделал другого. И этот Зеланд стоит в ожидании своего часа и нового места. И будет оно в одном из парков города. Тот вариант, он там помоложе, то есть молоденький дракон, у него хвост завивается вот так, здесь у него, наоборот, большой хвост, он на него опирается. Одна лапа вот, ну, как бы, там показывает всем, что он уже такой царь дракон, такой в возрасте. Вот, и наверняка он умеет ждать, потому что, ну, то есть и город наш большой, вернее, с долгой историей. И, видимо, он символ тоже, ведь одно время его не было, потом опять появился. Ну, видимо, неспроста. Да и Зеландова гора, тот рядышком совсем от нас, ну, тут буквально видно из окна. А в Казани драконов великое множество. И в разных ипостасях, от царственного Зеланта до защитниц семей и будущности, покровители города, все остаются на своих местах. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Ключников. Семь дней. Тимошенко, Роман Безменов.